Добрый день, коллеги! К сожалению, у нас демонстрация рабочего стула не заработала, поэтому пришлось принять экстренные меры и сделать некоторый слепок ключевых экранов. И поэтому вам придется верить мне на слово многим вопросам. Честно, я буду только рассказывать, а не показывать. Вот, обращаю внимание, что мы обычно проводим вебинар именно с целью демонстрации, то есть показываем работающий функционал, который развелся на нашем тестовом сервере в облаке. Вот, к сожалению, сегодня это сделать не получается. Значит, итак, у нас сегодня тема – это электронное портфолио. Электронное портфолио – тема достаточно актуальная для вузов. Судя по количеству участников, то в основном вузы, правильно я понимаю? Поэтому, соответственно, коллеги, если будут вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Пишите в чат, если что-то срочное, именно по тому, что я рассказываю. И потом можно будет обратиться по электронной почте или по телефону. Тут все контакты есть, презентации есть также у Павла. Можно будет их взять. И подробно обсудить какие-то вопросы, которые остались, допустим, за рамками сегодняшнего мероприятия. Значит, ну, для того, чтобы было вообще понятно, о чем речь, два слова нашей компании. Компания «Гиперметод» – это практически такой монстр отечественного рынка дистанционного образования строения. То есть мы существуем с 99-го года как разработчик систем дистанционного образования. Ну, на текущий момент достаточно много проектов, накоплен большой опыт. И наша система на текущий момент уже представляет достаточно мощный комплекс, который интересен именно тем, что позволяет комплексу решать задачи различного характера, связанные как с управлением персоналом в корпоративных учебных центрах, так и обучением и администрированием различных процессов в ВУЗах. Ну, вот здесь некий такой пример схемы для корпоративного учебного центра. Для ВУЗа, конечно, более интересно – это непосредственно проведение обучения и администрирование, выполнение, автоматизация работы электронного деканата, то есть не только проведение занятий, но и автоматизация процессов, связанных с расчетом учебной нагрузки преподавателей с планированием, распределением аудитории, ну и так далее. Но сегодня наша тема – это электронные портфолио, поэтому не будем отвлекаться тем и обратимся к теме нашего сегодняшнего разговора. Так, презентация всем хорошо видна. Если кому-то что-то не видно, то пишите, комментируйте. Я постараюсь как-то реагировать по мере возможности. Значит, портфолио. Что такое, в принципе, портфолио? Да, на текущий момент, если обратиться к реальности нашей жизни, это требование Министерства образования. Это один из аккредитационных показателей, достаточно важных, особенно в нашей текущей ситуации, когда наше государство занимается оптимизацией количества вузов, работающих на российском рынке. Вы прекрасно знаете, Министерство образования любит проводить инспекции, ревизии, выезжать в вузы, проверять, насколько вуз соответствует требованиям. И если вуз не соответствует требованиям, то, соответственно, лишать его лицензии на образовательную деятельность. К сожалению, такие примеры нам известны. И не буду называть конкретные вузы, но есть уже пострадавшие. Пострадавшие в связи с того, что люди отнеслись несколько легкомысленно к вопросу расширения функции системы дистанционного обучения. То есть вот в представлении многих дистанционное обучение, ну вот есть возможность провести обучение, назначить учебный курс, загрузить материалы, ну, собственно, и достаточно. Преподаватель выставляет оценки, это все может быть выгружено, допустим, в 1С и распечатано в виде зачетных видомостей. Но на самом деле это не так, потому что, согласно требованиям Министерства, в системе должна быть специальный раздел, страница, можно назвать ее как угодно, на которой публикуются все образовательные достижения слушателей. Причем не только образовательные достижения, но и работы, курсовые работы, ВКР и так далее. Вот здесь, опять-таки, помимо заблуждения о том, что можно обойтись без портфолио, есть второе заблуждение, которое также, к сожалению, часто встречается, в том числе и среди наших клиентов, и заключается оно в том, что можно, и это будет дешевле, если сделать такое портфолио своими силами. Ну, очевидно, что во многих ВУЗах есть студенты, есть аспиранты, есть сотрудники, которые владеют языками программирования, и которые в состоянии разработать нечто подобное. Но вот, как показывает опыт наших заказчиков, многочисленных заказчиков, разработать своими силами получается дороже. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, понимали, что если доверять дело профессионалам, то получается все быстрее и дешевле. Если делать своими силами, это будет минимум раза в два-три дороже и сложнее. Потому что возникают вопросы экспорта данных, возникают вопросы настройки системы и так далее. Итак, в портфолио. В портфолио в нашей системе автоматически попадают все образовательные достижения. То есть, все оценки за учебные курсы, которые выставляют преподаватели, или они выставляются автоматически, они все доступны в системе. Ну, здесь вот у меня, я думаю, что можно увеличить просто масштаб, если вам плохо видно этот скриншот. Ну, или поверить мне на слово, что это вот именно так и происходит. Значит, здесь помимо даты выставления оценки и названия курса, также идет ссылка на курсовую работу. Или курсовую работу, или дипломную, или ВКР. То, что является результатом выполнения какого-то задания студентам. Это тоже является обязательным требованием. То есть, обязательно хранить в системе вот этот файл, который был задан студентам, и представлять это в единой сводной таблице. Помимо образовательных достижений в системе, также доступны необразовательные достижения. Вот такой интересный момент, потому что образовательные достижения, понятно, они появляются системой автоматически. Сдал студент экзамен, получил зачет, выложил ВКР, это появилось в портфолио. Что такое необразовательные достижения? Необразовательные достижения – это некий такой стимул для студента, для того, чтобы они не только думали об учебе, но и о том, что они, в общем-то, растут в обществе, о том, что они будут заниматься какой-то общественной деятельностью, могут быть спортивной, будут заниматься волонтерской деятельностью и так далее. Вот все вот эти активности можно отразить в специальном разделе, который называется необразовательные достижения. Естественно, эти достижения, они формируются вручную, и когда я говорю, что формируются вручную студентам, у многих сотрудников вузов сразу начинают шевелиться волосы, потому что они начинают думать, что студент сможет зайти в систему и загрузить туда любое свое достижение, рассказать о том, что он самый лучший и так далее. Но это не совсем так, потому что у нас в системе есть механизм модерации, то есть можно настроить так, чтобы достижения студента опубликовались только после подтверждения стороны ваших сотрудников, тех, кто отвечает за работу с системой. В большинстве случаев это достаточно просто и удобно, студент загружает какое-то свое достижение, менеджер по обучению получает уведомление о том, что есть какие-то новые достижения, которые следует проверить, и после авторизации они уже появляются в портфолио студентов. Третий важный раздел портфолио – это рекомендации. Рекомендации, которые могут давать преподаватели, штатные преподаватели вуза, приглашенные преподаватели, характеризуя студента, характеризуя его успеваемость, его личностные характеристики и так далее. Но интерфейс LinkedIn здесь, в общем-то, понятно, что сделано по аналогии. И то, что у нас в одном месте сведены все оценки, то есть образовательные достижения, необразовательные достижения, и, наконец, рекомендации, дает возможность формировать на основе портфолио о резюме. Соответственно, студент должен четко понимать, что то, насколько он учится, насколько он хорошо учится и получает хорошие оценки, в дальнейшем влияет на его привлекательность для потенциального работодателя. Хорошо учился, получал хорошие оценки, получил много рекомендаций от преподавателей, у вас значительно выше шанс за то, что вы будете трудоустроены в хорошую компанию, на хорошую зарплату. Вот это стимул для студента. То есть, если, допустим, для ВУЗа наличие портфолио – это важный аккредитационный показатель, то для студента это его, по сути, визитная карточка. То есть, он заканчивает ВУЗ, и дальше он может определить это портфолио и сказать, смотрите, вот я учился, я старался, я стал хорошим специалистом, который в состоянии исправляться с большими задачами и претендовать на высокую зарплату. В дальнейшем этот резюме можно публиковать как в социальных сетях, так и на сайтах поиска работы, допустим, на HeadHunter, или, допустим, рассылать в виде отдельного PDF-файла. На системе предусмотрена такая возможность на основе этого портфолио сделать уже полное готовое резюме бывшего слушателя, ну и потенциального сотрудника какой-то компании. Коллеги, если какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу задавайте в чате. Я, соответственно, на них стараюсь оперативно отвечать. Поскольку у нас сегодня такая презентационная демонстрация, нет возможности выйти в жилую в интернет, поэтому мои возможности показа несколько ограничены, но неограничены возможности рассказа. То есть я могу какие-то вещи рассказать, ответить на ваши вопросы, что-то пояснить. Отдельно отмечу, что наше портфолио достаточно активно внедряется в вузы. Безусловно, это в вузы наши заказчики, в которых уже стоит наша система, или Union Zero 4G. И портфолио является дополнительным модулем, который расширяет функционал системы. То есть если раньше было две возможности смотреть образовательные даже не достижения, а оценки, это была ведомость успеваемости у преподавателя и возможность выгружать статистику для менеджера по обучению в системе, то теперь, соответственно, появилась возможность как для студента, так и для преподавателя собирать в одном месте все результаты, всю деятельность студента в рамках его учебы в вузе. Никаких вопросов не вижу. Это означает, что либо никто ничего не понял, либо все настолько понятно, что остается только запросить счет на покупку дополнительного модуля. Правильно я понимаю? Спасибо. 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 Да, коллеги, пожалуйста, пишите вопросы в чат. А то лектор начнет скучать, пойдет пить кофе. Цена вопроса. Ирина Александровна, вы наш заказчик. У вас есть система елеонид серии 4G? Нет. Значит, соответственно, нужно начать сначала. У вас, видимо, стоит какая-то другая система дистанционного обучения. Правильно я понимаю? Возможно, у вас стоит... Нет, вообще ничего нет. Ага, то есть с нуля. Ну что ж, тогда у нас есть с вами о чем поговорить. Я могу для вас провести непосредственно уже с помощью нашего оборудования демонстрацию нашей системы. Мы ее проводим или по скайпу, или в формате нашего вебинара. И показать, как работает наша система, что она себя представляет. И дальше там есть различные варианты ценообразования. Можно купить постоянную лицензию, можно купить аренду, арендовать систему. И в зависимости от лицензии будет разная цена. Так что, пожалуйста, да, давайте запланируем, спишемся, и я готов буду подробно ответить на ваши вопросы. Проговоряя другие вопросы, могу сразу сказать, что цена приемлемая. СПО, в смысле, что вы имеете в виду? Специальное профессиональное образование, она подходит для любого учебного заведения, образовательного заведения. То есть, будь высшее учебное заведение, учебное заведение для среднего профессионального образования, этой роли не играет. Валерий Ильич, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А то мы как-то с вами давно не общались. Также уже скучаем из вас. Коллеги, если вопросов нет, или кто-то стесняется спросить, да, пожалуйста, все контакты есть у Павла, вы можете взять их и в приватной беседе я готов буду более подробно на все ответить. Ну, коллеги, тогда прощаюсь с вами, да? Спасибо. Павел Юрьевич, спасибо вам. Коллеги, давайте поблагодарим Александра Григорьевича. Он сегодня работал в условиях форс-мажора, поэтому у нас получилось вот так вот сегодня достаточно быстро. Ну что ж, я надеюсь, это наша не последняя встреча с командой Гиперметода. В следующем году мы продолжим общаться с этой замечательной командой. Я благодарю Александра Григорьевича. Ну и сегодня у нас еще один повод сказать вам всем спасибо. Сегодня последний наш вебинар сезона 2016-2017 учебного года. Мы на этом завершаем наш марафон, который состоял из ста вебинаров в этом году. Это невообразимое количество. В следующем году мы обязательно продолжим наш опыт по работе с вебинарами, по приглашению экспертов, таких вот, как эксперты из Гиперметода. Ну, как вы знаете, мы вообще очень много приглашаем коллег из отрасли. У нас много новых идей по поводу того, кого пригласить. Так что следите за рассылками. В следующем году вас ждет новый цикл интересных вебинаров. А сейчас я хочу с вами проститься до сентября. Ну, видимо, если только не будут какие-то особые случаи у нас, то мы прощаемся с вами до сентября. В сентябре я жду вас на новом на новом нашем цикле вебинаров. Мы буквально, начиная со следующей недели, начнем готовить эту линейку и начнем готовить расписание с Константином Николаевичем, руководителем компании Директ Медиа. И таким образом, надеемся, учесть все ваши пожелания. Кстати, если у вас есть какие-то пожелания по темам, вы можете нам писать либо на мой адрес, либо на адрес Директ Медиа, мне передадут. И мы постараемся это учесть. Ну что ж, я еще раз благодарю Александру Григорьевичу за сегодняшний вебинар. Спасибо, да. И это благодарю всех, кто сегодня пришел. До свидания, до новых встреч в сентябре. Спасибо.